Занятие в Академии Красоты ведет пластический хирург Николай Сергеевич Лукачев. Занятие в Академии Красоты ведет пластический хирург Николай Сергеевич Лукачев. Занятие в Академии Красоты ведет пластический хирург Николай Сергеевич Лукачев. Занятие в Академии Красоты ведет пластический хирург Николай Сергеевич Лукачев. И существует третий метод удаления. На данный момент это хирургическое удаление. Это проводится небольшая операция. В зависимости от образования она может произвести как под местной анестезией, если нет подозрений, что это злокачественная кухоль так и под общей анестезией. В нашей клинике мы чаще всего используем методику лазерного удаления. Она носит название тип удаления. Это и первичный прием врача с осмотром, с установлением диагноза, определением объема вмешательства. Если же образование добаркачно, то в этот же день можно ее удалить с помощью лазера. Процедура достаточно быстрая, практически безболезненная, делается под местной анестезией. И сразу по процедуре пациент уходит домой. Какие родинки обязательно убирать? Это те родинки, те новообразования, которые находятся на открытых участках тела, подверженных различным видам травм. Это лицо, это шея, это кисти рук, это стопы, потому что обувь тоже может травмировать. Это линии, область суставов, потому что там есть риск повышенного трения. Это различные складки. То есть в этих местах риск перерождения добарокачественных новообразований, благоачественных гораздо выше. Также стоит обращать внимание на места, где нет пигментных клеток. То есть те участки тела, которые не загорают, любые образования там должны насторожить вас, прийти максимально быстро к врачу, чтобы определиться с заболеванием и с дальнейшей практикой лечения. Любое онкологическое заболевание, выбранное на ранней стадии, очень хорошо поддается лечению. В современных клиниках должна быть возможность не только физикального обследования пациента, но и возможность лабораторного обследования. Выявить, есть ли на микроскопическом уровне злокачественные клетки или нет. Мы такую возможность имеем. Редактор субтитров А.Семкин